В связи с объявленным в стране чрезвычайным положением, военнослужащая воинской части 55-17 регионального командования БАТАС перешла на усиленный график несения службы. Патрули работают на всех улицах областного центра, выявляя нарушителей карантинного режима. О том, как проходит служба в условиях чрезвычайного положения, в следующем материале. В условиях объявленного чрезвычайного положения в стране, в связи с опасностью распространения коронавирусной инфекции, военнослужащие выступили на охрану общественного порядка в каждом городе. Несение службы продолжается, но в усиленном режиме. На улицах города проводится профилактическая работа с населением, не соблюдающим карантинный режим. Разъясняется, с какой целью необходимо оставаться в изоляции. Все улицы города патрулируют более 100 человек личного состава, а также на боевую службу задействованы около 30 совместных маршрутов, 3 экипажа автопатруля. На маршрутах патрулирования в случае необходимости с гражданами проводится профилактическая беседа об ограничениях, связанных с введением в регионе особого режима, обязательной самоизоляции. Личный состав снабжен необходимыми средствами индивидуальной защиты. С ними ежедневно проводятся инструктивные занятия. На территорию воинской части и прежде можно было попасть только после проверки документов и тщательного осмотра. А сейчас эти меры усилены в разы. Все, кто выходит на несение службы в город, по возвращении проходят тщательный осмотр. Посторонних на территории части не может быть. Военнослужащие любого ранга обязаны носить индивидуальные средства защиты. Полные дезинфекционные работы проводятся на всей территории части ежедневно. Ежедневно проверяется температурный режим каждого военнослужащего. Смена масок, перчаток. Проводится опрос в специальных и строевых подразделениях условиями дезинфекции и обеспечения личного состава. Медицинские маски осуществляют врачи и фельдшера, которые, согласно штатному расписанию, имеются в составе. В воинской части 55-17 проводится комплекс барьерных мероприятий. При выявлении температуры, жалоб, данные военнослужащие немедленно изолируются и сообщаются в соответствующие органы. Строгая дисциплина на территории части введена для недопущения случаев заражения военнослужащих. В свою очередь, они призывают население оставаться дома и с пониманием относиться ко всем принимаемым мерам ограничения. Екатерина Шмидт, Талгат Муратбаев, Айдус Кисимов, телеканал Акжаик.